Библейский портал экзегет.ру представляет Материалы есть, но мало. А зачем она тогда нужна нам? Она относится к неканоническим, то есть она публикуется в Библии, но она относится к числу вот этих книг, у которых несколько иной уровень достоинства. То есть мы не считаем их вот таким неоспоримым Словом Божьим, как, скажем, книги «Исходы», «Второзаконие» или тем более «Евангелие», но она где-то, скажем, на грани Писания и Предания. Вот она про то, как сюжеты Священного Писания прочитывали с людьми, и как раз вторая книга Ездра в этом смысле очень-очень поучительна. Ну, у неё есть разные названия в разных традициях, там по-английски она, например, называется «Эсдраз», потому что первая книга Ездра называется «Изра» по-английски. Фактически, да, это вторая книга о том же самом. У нас есть книги Ездра и Неемия о возвращении иудеев из плена, о том, как они начали устанавливать Иерусалим и храм. Но книги Ездра и Неемии, первая Ездра, я имею в виду, которая, собственно, вот точно Ездра, они довольно личные. Это истории двух людей на историческом фоне, да, в их конкретном контексте. А вот эта вторая книга Ездра, она рассказывает, в принципе, всё то же самое, но как бы с высоты птичьего полёта. Здесь мы не видим таких выписанных, детальных, очень психологически достоверных портретов, как в первой книге Ездра и книги Неемии. Она ещё очень похожа на книги Пара Липоменон, или хроники их иногда называют на такой более современный лад, и тоже часто пересказывают их. В принципе, это один круг авторов, это понятно. Возможно, даже эту книгу писал тот же, кто и писал книги Пара Липоменон, хотя наверняка мы этого не узнаем совершенно точно, она дошла до нас по-гречески, несёт на себе, конечно, отпечатки каких-то еврейских текстов, вот я не случайно говорю текстов, я не говорю оригинал, который был написан по-еврейски, потому что очень похоже, что это составное повествование. Это, знаете, что-то вроде такого размышления, может быть, для богослужебного употребления составленного уже в более поздние времена. Вот есть текст, который рассказывает о событиях, а есть его пересказ и размышления над ним. Вот вторая книга Ездра, это оно и есть. И начинается она, как, в общем, хорошему пересказу надо и начинаться, вот ниоткуда, да, вот как, собственно, книги Ездра, не имея вавилонский плен, раз, и вот царь решил позволить нам вернуться. Откуда взялся этот плен, почему мы в нём оказались, что вообще мы хотим сделать, ничего непонятного, предполагается, что читатель это знает. А вот здесь для тех, кто не знает, с самого начала, до плена, первая глава. «И совершил Иосиф в Иерусалиме, а царь Иосиф, Пасху Господу своему, и закололи пасхального Агнца в четырнадцатый день первого месяца, поставив священников по чередам в облачении в храме Господнем». Ну, то есть вот Иосиф возобновляет празднование Пасхи, то, чего не было достаточно долго до него. Иосиф – это один из благочестивых царей, может быть, самый благочестивый, на которого потом будут равняться, как вот на такого царя, каким он должен быть. Ну, после Давида, конечно, Давид был давно, а этот относительно недавно и хорошо всем знаком. И вот здесь восстанавливается богослужение в храме. Основная тема книги – это богослужение в храме, автор, очевидно, из храмового священства. «И сказал левитам, священнослужителям Израилю, «Осветите себя Господу для поставления святого ковчега Господня в храме, который построил царь Соломон, сын Давидов. Не нужно будет вам брать его на рамяна, то есть на плечи. Служите теперь Господу Богу вашему, и заботитесь о народе его Израиля, и устроитесь по родам и поколениям вашим по расписанию Давида, царя Израилева, и по великолепию Соломона, сына его. И став освятилище, по родовым левицким разрядам вашим предбратьям и вашими сынами Израиля, закалите по уставу пасхального агнца, и приготовьте жертвы для братьев ваших, и совершите Пасху по заповеди Господней, данной Моисею». То есть он все устанавливает должный порядок. Вот то, что мы читаем, собственно, в книге «Исход», и в следующих книгах Библии, потому что до него, ну, как-то это все не соблюдалось, забывалось, размывалось. Вот, казалось бы, никакого плена не нужно, да, вот израильтяне сами устроили все это служение. «И дал Иосиф дар находившемуся там народу 30 тысяч агнцев и козлов, и 3 тысячи тельцов. Это по обету дано от царских стат народа и священникам и левитам». Агнцы, то есть барашки и козлы, они нужны для жертвоприношения пасхального, не у всех, наверное, есть. Тельце – это уже так, к столу, да, что называется. То есть он не просто дал приказание, очень легко дать приказание, дает все будем праздновать, а он обеспечил еще и ресурсами это празднование, да. И далее Хилки, Захария и Иеил, начальствующие в храме, священникам на Пасху 2600, овец и 300 валов. Ну, то же самое, храмовое священство. Они, конечно, поскромнее, чем царь, царь все-таки располагает гораздо большей казной. И Хоний, и Самейнов, и Найл, брат его, и Осавия, и Ахилла, и Урам, тысячи начальники дали левитам на Пасху 5000 овец и 700 валов. Ну, а левитам, соответственно, еще меньше. Здесь будут постоянно вот эти вот левитские священнические имена и родовые имена употребляться, потому что важно напомнить, да, это вот какая-то история именно храмового священства, и наверняка те, кто потом читали эту книгу, возвращались мысленно к своим предкам, думали, кто это, когда это все было. И когда это происходило, священники левиты благолепно стояли по поколениям и родовым преимуществам. Родовое преимущество, очевидно, что-то вроде разрядных книг в Древней Руси, то есть, ну, какой род, на каком месте, да, вот они на празднике, соответственно, занимают в священной процессе определенные позиции. «Держа опресники перед народом». Пасха же у нас праздник опресников, хлебов без кваса, соответственно, вот такая торжественная процессия, где они выносят вот эти праздничные хлебы, которые дальше будут поедаться на трапезе. «Чтобы приносить жертву Господу по предписанному в книге Моисеевой, это было в раннее время. Испекли пасхального агнца на огне, как надлежало, а жертвы сварили в медных сосудах и котлах с благовониями, отнесли всему народу». Ну, то есть, подчеркивается, что вот все главные моменты были соблюдены как следует, а после того приготовили для себя и для священников братьев своих сынов Аарона. Вот даже маленькая такая деталь, что тогда священники сначала заботятся о всем народе, а потом только сами садятся за трапезу, пока не накормили простых людей и сами не едят, потому что они служители, они не начальники. «Ибо священники приносили туг до позднего времени, а потому левиты приготовляли для себя и для священников братьев своих сынов Аарона». И маленькая деталь, которая очень хорошо показывает, что это реальное повествование. Вот мы иногда видим такие благостные картины. Ну, так в жизни не бывает. А вот здесь конкретика. Народ приносит пасхальные жертвы. И нужно сжечь штук, ну, или жир, да, этих пасхальных жертв. Это делает священник. Праздник, весь народ приносит жертвы. Сколько работы, да? Им до вечера не разогнуться. Они приносят, 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 приносят жертвы. А левиты, они тоже священнослужители, но они на втором месте. Это в современной православной традиции, там, диаконы или, там, не знаю, ну, притч, да. То есть те, кто, в общем, не исполняет священное служение, но помогает, да, те, кто организует все это. И вот они поэтому готовят всем временем трапезу. Священнопевцы же сыны Асафовы находились на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Захария, и Единус, который был от царя. Вот и от царя прислали какого-то отдельного певца, наверное, царский хор там участвовал, да. И привратникам при каждых воротах не позволялось составлять свои череды, потому что для них приготовляли братья их левиты. Хоть праздник, а в храме все по распорядку, да, каждый на своем месте. Но левиты для них приготовят, они сменятся и отпразднуют. И совершилось в тот день все, что принадлежало к жертвоприношению Господа при совершении Пасхи, и к приношению всесожжений на жертвенники Господнем по повелению царя Иоусии. И совершались и на Израиле в то время находившиеся там Пасху и праздник Опресноков семь дней. Ну, то есть Пасха имеется в виду первый день, а потом целая неделя пасхальная, которая называется праздником Опресноков. Фактически это один праздник, но только первый день и его продолжение. И не совершалось такой Пасхи в Израиле от времен Самуила пророка. И ни один из всех царей израильских не совершал такой Пасхи, какую совершил Иоусия. И священники, и левиты, и иудеи, и все израильтяне, находившиеся в то время на жительстве в Иерусалиме. В 18-й год царства Иоусии совершена сия Пасха. Все хорошо, все замечательно. Вот на этом боясь остановиться. История, к сожалению, никогда не останавливается. И за торжеством, за правильным устроением жизни следует продолжение. И направлены были по прямому пути дела Иоусии пред Господом от сердца. Полного благочестия. Бывшие же при нем описаны в прежних летописях. О согрешавших и несчастливших против Господа больше всякого народа и царства. И чем они сознательно оскорбляли его, и за что слова Господа восстали против Израиля. То есть, смотрите, Иосиф вроде все хорошо делает, царь, но при этом есть и другие люди. То есть, вот это вот торжество не должно замыливать нам глазами. Мы все любим торжества. Особенно в эпоху телевидения и интернета. Посмотреть, как все роскошно и великолепно. Да. А при этом люди что делают? Сознательно оскорбляют Бога. Вот это очень важная вещь. Что они делали? Здесь даже напрямую не сказано. Ну, там, язычеством занимались наверняка, какими-то идолослужениями. Наверняка там воровали, блудили. Еще чего-то такое. Но в чем смысл греха? Сознательно оскорбляли его. Есть ритуаля нечистота в Ветхом Завете. Прикоснулся к мертвому телу, к чему-то нечистому. Но это не оскорбляет Бога. Бывает, что человек, ну, случайно не обдуманно что-то сделал, не сообразил. А вот это именно сознательное действие, которое оскорбляет Бога. После всех всех деяний у Иосифа случилось, что фараон сарегипетский шел воевать в Кроками из Преефратии. И Иосиф вышел навстречу ему. Да, об этом мы читаем в исторических книгах. Там войны египтян, соответственно, с ассирийцами. Египтяне проигрывают. Но израильтянам сидеть бы тихо. Вот дерутся две больших империи. У израильтян нет даже близкой силы сравниться с одной из них. Иосиф почему-то решил поучаствовать. Иосиф вышел навстречу ему. Царь египетский послал к нему сказать. Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя послан я от Господа Бога. Война моя на Ефрате. И ныне Господь со мной. Господь побуждает меня отступи и не протився Господу. А вот про того же Иосифа национальная гордость его заела. Да, вот как же так? Тут у нас египтяне по нашей земле, как у себя дома, расхаживают. А выйдем-ка мы с ними сразимся. Наверняка Господь нас поборет. Оказывается, Господь посылает царя египетского. Вот так, по крайней мере, говорит сам этот царь для того, чтобы сразиться с ассирийцами. То есть, короче говоря, не мешай. Но не возвратился его сын на свою крестницу, решился воевать с ним, не вняв словам Иеремии, пророка Иисус Господа. Иеремий у нас, как, кстати, сказать и большинству пророков, он такой пацифист-пораженец. Он говорит, не надо, мы маленькие, нас побьют. Не в этом наша задача. И вступил с ним в сражение на поле Мегиддо. И сошлись начальствующие к царю Иосии. И сказал царь слугам своим, унесите меня с поля сражения, потому что я очень изнемог. Но ранен он был в бою. И слуги его тотчас вынесли его из строя. Взошел он во вторую колесницу свою. И, возвратившись в Иерусалим, умер и погребен в гробнице отцов своих. И плакали об Иосии во всей Иудии. И плакал об Иосии и пророк Иеремии. И начальствующие с женами оплакивали его до сегодня. И это передано навсегда всему роду Израилю. Вот, очевидно, когда писалась эта книга, но не очень много времени спустя, очевидно, вот этих событий, помнили об Иосии, как о последнем праведном царе и днем скорби, травра, отмечали день его смерти. Это написано в летписи царей иудейских. Источник, на который вечно ссылаются исторические книги, до нас не дошел. И то, что сделан Иосию слава его и в разумении закона Господня. Прежние же дела его и ныне упоминаемые описаны в книге царей израильских и иудейских. Взял народ Ихонию, здесь в скобочках вариант имени Иоахаза, сына Иосии, поставили его царем вместо Иосии. Тут еще в чем проблема, что иногда не согласуются разные книги по именам, по датам и так далее. В общем, неважно, сына Иосии вместо Иосии отца его, когда ему было 23 года. И царствовал он в Иудее-Иерусалиме три месяца, и отставил его царь египетский, чтобы не царствовать ему в Иерусалиме. Ну да, они потерпели поражение, а отныне они воссал Египта. Египет кого хочет, того и назначает. И наложил на народ 100 талантов серебра и один талант золота. Талант это больше 30 килограммов, то есть довольно тяжелая контрибуция. И поставил царь египетский Иоакима брата его царем Иудея-Иерусалима. И связал вельмож, а за Ракина брата его отвел в Египет. Был же Иоаким 25 лет, когда воцарился над Иудеем и Иерусалимом, и делал он зло пред Господом. Против него вышел Навуходоносор, царь Вавилонский, и связал его медными узами и отвел в Вавилон. И, взяв некоторые из священных сосудов Господа, Навуходоносор перенес их и поставил своим капища в Вавилоне. Сказание о нем, его развращение и чести, написано в книге «Летописи царских». Ну, а дальше все пошло не по тому же образцу, то есть праведный царь Иосифа, а дальше уж кто придется. Воцарился вместо него и Иоаким, сын его. Он был 18 лет, когда назначен царем. Видите, уже назначают царем, соответственно, между Египтом и, ну, а Сирия уже отошла, Вавилон. Вот две большие державы назначают, кого хотят. «Царствовал же в Иерусалиме три месяца и десять дней, сделал он зло пред Господом, и через год Навуходоносор послал и отвел его в Вавилон вместе со священными сосудами Господа». Но в Вавилоне не так приходят понемножечку пограбить, поменять правителя, потому что старый что-то засидится, наверное, возомнит о себе, лучше постоянно их там обновлять. И назначил царем Иудеи Иерусалим из Садыкии, который был 21 года, тоже характерно, 18, 25, 21, да, то есть молодые совсем. Парни без опыта, без авторитета, тоже политика Вавилонского правительства, да, то есть ставить наместниками беспомощных молодых людей и все время их еще тасовать. «Царствовал он одиннадцать лет, делал он зло пред Господом, не вняв словам, сказанным пророком Иеремии, а тост Господа. И, быв связан от царя Навуходоносора клятву и во имя Господа, нарушил клятву, отложился, ну, то есть поднял мятеж, провозгласил независимость, и ожесточив свое вы и сердце свое приступил к закону Господа Бога Израилева». Интересно, что сначала упоминается его неверность Вавилонскому царю и только потом Богу, казалось бы, наоборот, но внешне заметней, да, политический мятеж заметнее, чем мятеж духовный, внутренний. «Также и начальники народа и священников поступали весьма нечестиво, превосходя во всех нечистотах всех язычников, и осквернили освященный в Иерусалиме храм Господний». То есть, смотрите, прежде чем храм был разрушен, он был осквернен кем? Не захватчиками, хотя Навуходоносор приходит из этого храма, выгребает все, что только хочет, да? Наверняка там воины заходили, хотя им не должно было заходить, не должно. Наверняка там и сам он, может быть, ну, не лично, но с какого-то своего царедворца послал, чтобы он прогулялся, осмотрел, все потрогал. Но это не осквернение. Осквернение, когда люди, которые призывают Господа, совершают тяжелые грехи. «Бог отцов их посылал вестников своих, призвать их к обращению, так как щадил он их и жилище свое. Но они смеялись над вестниками его. В тот самый день, в который Господь говорил, они насмехались над пророками его, доколе он, прогневавшись на народ своего за нечестие, повелел восстать на них царям халдейским». Халдейским, то есть вавилонским, да, вновь и вновь эта схема. Внешнее нашествие – это только, собственно говоря, наказание. Это вот то, что делает Господь неверным народом. А вовсе не то, что вот такие крутые халдейские, то есть вавилонские цари, или вот так случайно получилось. Знаете, вот очень часто национальную свою историю описывают разные народы, как череду таких случайных поражений, закономерных побед. Нет, закономерные поражения, потому что они обусловлены тем, как живет этот народ. «Они избили юношей их мечом вокруг святого храма, их и не пощадили ни юноши, ни девицы, ни старого, ни молодого, но все были преданы в руки их. И все священные сосуды Господни, уж какие остались, да, большие и малые сосуды ковчега Господни и царские сокровища взяли они и отнесли в вавилон, и сожгли дом Господний, разорили стены Иерусалима, и башни его сожгли огнем, и все великолепия его обратили в ничто, оставшихся от меча отвели в вавилон, и они были рабами ему и сыновьям его до владычества персов». То есть пока не пришла Персидская империя в исполнение слова Господня из уст Иеремии, доколе земля не отпразднует суббот своих, за все времена запустения своего в продолжении 70 лет она будет субботствовать. То есть были такие субботние года, да, каждый седьмой год предполагалось оставлять землю невозделанной, и есть просто то, что вырастет само, но это, конечно, никто не хочет соблюдать, как это лишаться урожая, лишаться верной прибыли. И вот, соответственно, 70 лет земля накопила этих суббот неотпразднованных, да, поэтому 70 лет вавилонского пляна эта земля лежит просто пустой, ее никто не пашет, но уже не потому, что соблюдает субботу, а потому, что всех угнали, да, или почти всех. И вот такой интересный образ, смотрите, сколько можно было бы сказать о вавилонинах, да, о том, как они бесчинствуют, о том, какие они жестокие угнетатели, все было бы правдой. Но повествователь говорит об одном, это вот отцы наши не исполнили заповедь Господней, ну, нас и наказали, да. Наверное, вот это уникальный пример в мировой истории, до сих пор очень редко люди рассказывают историю своей страны, своего народа, как историю грехов, наказания и покаяния. Обычно это история славных побед, ну, и да, иногда случались поражения, не будем об этом, да, а здесь нет, давайте об этом будем, потому что именно это дает нам урок. Ну, первая глава нам дает предысторию, а вторая глава, собственно, уже начнет историю возрождения и восстановления Иерусалима. Субтитры создавал DimaTorzok